Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок, небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду и, соответственно, в четвертый, опять же, и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней, еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки и помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника, и все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.